Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру. Мы начинаем цикл лекций, посвященных соборным апостольским посланиям. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Кроме послания апостола Павла, Новый Завет включает в себя также семь посланий, которые церковь относит к апостолам Иакову, Петру, Иоанну и Иуде. В рамках данного корпуса нашла свое отражение самая ранняя христианская традиция, восходящая непосредственно к апостольскому кругу. Итак, сегодня мы начинаем с вами чтение соборного послания апостола Иакова. Того самого Иакова, который называется в ранней христианской традиции и у апостола Павла братом Господнем. Это человек, являющийся непосредственным родственником Иисуса Христа. Он не его единокровный брат, не брат по Марии, который является преснодевой, то есть сохранившей детство как до Рождества Христова, так и после него. Он сводный брат Христа по Иосифу Обручнику, приемному отцу Спасителя, который до того, как уже в преклонных годах принял Марию в жены, находился в первом браке, от которого у него остались сыновья и дочери. Поэтому мы можем однозначно утверждать, что Иаков был старше Спасителя и, как большинство других его родственников, изначально не верил в миссию Иисуса. Однако по воскресении Своем Господь наш Иисус Христос является Иакову лично. Об этой встрече упоминает апостол Павел в послании к Коринфянам. И именно это явление изменило всю жизнь брата Господня. О том, какие изменения в его жизни произошли и каким стал Иаков, мы можем прочитать в его послании. Послание начинается с традиционного приветствия. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Радуйтесь. Стандартная форма приветствия, принятая в греко-римском мире. Хэре или Аве. Апостол демонстрирует свою открытость к стандартным формам той культуры, в рамках которой он проповедует. Еврейская культура серьезно отличается от доминирующей на тот момент культуры греко-римского мира. Однако апостол, обращаясь к огромной аудитории, обозначая ее как двенадцать колен, использует стандартное приветствие, близкое и понятное для них. Кто эта аудитория? Все послания, о которых мы будем говорить в рамках данного цикла, носят названия соборных или кафолических. Это не связано ни с собором как зданием, ни с собором как собранием глав или представителей церквей. Смысл прост. Аудитория данных посланий рассеяна по всему миру. Если апостол Павел пишет свои послания в совершенно конкретные христианские общины и к совершенно конкретным людям, то в данном случае мы видим, что апостолы преимущественно обращаются к христианам, живущим в рассеянии. В первых поколениях это иудео-христиане, то есть иудеи, принявшие Иисуса как мессию Израиля, Бога и Спасителя мира, и при этом преимущественно являющиеся частью рассеяния, частью огромной еврейской диаспоры, живущей по всему Средиземноморью. При этом Иаков, о котором мы говорили, что его ранняя история общения с Христом, ну скажем так, достаточно своеобразна, и что первоначально никакого принятия миссии Спасителя в нем не видно, здесь именует себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Это чрезвычайно важное наименование. Раб Бога – почетный ветхозаветный титул выдающихся праведников, очень значимых фигур повествования, таких, например, как Моисей или ряд пророков. Здесь имеется в виду полная и однозначная вовлеченность этих людей в отношении с Богом, их абсолютное раскрытие самих себя в рамках той миссии, которую Бог на них возложил. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Различные искушения, которые необходимо принимать с радостью, в рамках исторического контекста книги, безусловно, понимаются как возможные или уже осуществляемые притеснения верующих. Мы помним, что уже в первом христианском поколении церковь подвергается гонениям, начавшихся с убийства архидиака Настифана и продолжившихся, собственно, к примеру, и убийством апостола Иакова, самого автора послания. Поэтому радость, о которой говорит апостол, это радость людей, переносящих гонения за веру. Таким образом, данный текст плотно перекликается с девятой заповедью блаженств из Нагорной проповеди. В ней Христос говорит «Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». При этом нужно отметить, что апостол оговаривается, что имеет в виду различные искушения. То есть та ситуация, о которой он говорит, сводится не только к притеснениям верующих, но и ко всяким негативным ситуациям, с которыми верующий сталкивается в рамках своей жизни, как в ситуации внутреннего, так и внешнего свойства. Здесь апостол прочерчивает красную линию, взаимосвязь между искушением, терпением и производимым от этого искушения совершенным действием. Эта мысль очень важна. Действительно, всякое искушение может стать новым трамплином, новой площадкой для внутреннего роста человека. Сам Господь говорит в Евангелии «Отныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». В рамках же Ветхого Завета мы встречаем мысль о том, что как золото искушается, то есть очищается огнем, так и верующие в Бога в искушениях освобождаются от примесей, становятся чище и однозначней в своих отношениях с Творцом. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст сыну. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Апостол указывает на мудрость, как на необходимейшее качество к адекватному принятию искушения. Действительно, только мудрый может распознать возможное благо там, где казалось ему совершенно не место. Важный момент. Здесь мы видим, что апостол имеет укоренение в древней традиции мудрецов Израиля. В целом ряде фрагментов своего послания он будет непосредственно или посредованно отсылать читателя к этим книгам, которые восходят к авторитету царя Соломона, будь то притчи, экклезиаст или премудрость Соломонова. Именно в контексте данной литературы находится апостольская мысль о необходимости молитвы к тому, чтобы мудрость вошла в жизнь человека. Главным примером здесь служит сам царь Соломон, первоначальник всех мудрецов Израиля. Ему принадлежит такая молитва даровать не мудрости. Мы помним, что Соломон был юн и переживал о том, как он сможет управлять Израилем, как он сможет вершить правый суд, не обладая для этого никаким необходимым жизненным опытом. Поэтому то, с чем он обращается к Богу, это не просьба о богатстве и не о славе, а о мудрости. Он получает и ее, и то, о чем он даже не просил. Также апостол упоминает и о том, как необходимо осуществлять данное прошение, увязывая как просьбу о мудрости, так и универсально любое обращение к Богу с безусловной верой. Здесь мы видим параллель с евангельскими текстами. Абсолютно глупо просить у Бога что бы то ни было, при этом внутренне имея скверную уверенность, что данная затея изначально обречена. В таком случае, как и говорит апостол, молящийся таким образом подобен морской волне. При том, что секундно он вздымается над поверхностью, у него есть некий порыв, но этот порыв столь же стремительно иссякает, как не имеющий под собой твердого основания веры. И вся эта огромная масса рухнет обратно в пучину обстоятельств. «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он приедет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». Здесь нам нужно отметить, что Священное Писание содержит в себе тексты очень разной социальной напряженности. В рамках одного только евангельского повествования Нагорная проповедь приводится в диапазоне от «блаженной алчущей ныне» у Луки до «блаженной алчущей правды» у Матфея. Почувствуем, сколь существенна разница в двух данных формулировках. Так и в рамках сегодняшнего послания. Важно понимать, что бедность не является абсолютной, безусловной возможностью строительства прямейших с Богом отношений, просто по факту преднадлежности человека к беднейшим слоям населения. Как в рамках Евангелия Господь говорит, что трудно богатому войти в царство, но не говорит «невозможно» и объясняет почему, так и здесь. Да, бедный, если при этом его бедность сопряжена с мудростью, может хвалиться ею. Равно как и богатый может хвалиться своим нынешним положением, но в очень своеобразном смысле. Похвальба богатого в том, что и он точно так же, как и бедный, полностью в руках Господа. Тем же богатым, которые забывают об этом, апостольское слово говорит, это проходит, как цвет на траве, встает солнце и сушает траву, и цвет ее падает. Это актуально не только для богатства. Все, на что опирается человек в своей жизни вне бога, не освященное его светом и не укорененное в боге, оказывается ложной опорой, как кочка в болоте. Кажется, что это твердая земля, но на нее наступаешь и оказываешься в трясине. Эту мысль содержит и ряд ветхозаветных текстов, как, например, Псалтырь, которая однозначно и неоднократно утверждает «Не надейтесь на князей и на сынов человеческих, в них нет спасения». Это не вопрос богатства, а вопрос ложной надежды. Или известная фраза псалмопевца «Ложь, конь в спасении». То есть глупо надеяться, что из битвы тебя вынесет твой быстрый конь, а не бог, который руководит не только исходом сражения, но и судьбами всего мира. Вывод прост. Сама по себе бедность не приближает к богу, равно как и само по себе богатство не отдаляет от него. Но правильное отношение к тому и другому может построить эти отношения, равно как неправильное перенесение того и другого может их разрушить. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Здесь благая уверенность апостола в Боге. И уверенность достаточно отличная от нашей. Во-первых, отметим высокую образность и поэтичность отрывка. Выражение «Отец Светов», «Ни тени перемены» нигде более не встречаются в Новом Завете. Здесь же и четкая ритмика текста, практически поэзия, говорящая очень важные вещи о христианской хомартологии, восприятии греха и борьбе с ним. Мы говорили о близости апостола Иакова к традиции мудрых Израиля. И это действительно. Данный фрагмент, к примеру, крайне созвучен фрагменту из «Премудрости сына Сирахова». Такая позиция полностью снимает вопрос свободы человека и его ответственности за совершенные поступки, что совершенно недопустимо. Бог – источник благ, поэтому от Него исходят даяние доброе и дары совершенные, так как в Нем самом нет места злу, а вот в человеке, увы, место злу ввиду поврежденности природы грехопадением есть. Поэтому наш наработанный греховный навык, а не Бог, обстоятельства или ближние, есть реальный катализатор всякого нашего проступка. При этом апостол подчеркивает связь, на которую впоследствии укажут святые отцы, связь между мыслью, действием и его последствиями. Всякий грех начинается с помысла, вне приятия которого, вне собеседования и согласия с которым, и нет никакого греха. Когда же это собеседование, это внимание греховной мысли проявлено, то следующей ступенью может стать и злое действие, результатом которого станет все возрастающее отчуждение от Бога, то есть смерть. Здесь же Яков открывает и важное качество Бога – неизменность. Он всегда полнота блага, все, в том числе его обещания, неизменны. Он желанием ввел человечество и каждого человека в бытие. То есть вечное и неизменное желание Бога относительно любого человека, чтобы тот был с ним. При этом степень близости между Творцом и Человеком апостол обозначает через образ рождения, указывая на ту нежную вовлеченность Бога в жизнь человека, какую имеет мать к своему младенцу. Этот образ созвучен пророку Исаии, который говорит, «Если и мать забудет свое дитя, то я не забуду тебя». И, конечно же, слово, упоминаемое апостолом, слово «истину» – это действующий фактор, вводящий человека в мир, напоминает нам о роли Бога слова, второй ипостаси Святой Троицы, воплотившейся в Христе Иисусе. Им сотворен мир и все, что в нем. Об этом напоминает апостол Иоанн в своем евангельском прологе, например. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости приимите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Пастырская тема, безусловно, доминирует в тексте послания, при наличии здесь, конечно, и догматических смыслов, и толкования, и отсылов к текстам ветхозаветным. В предшествующем отрывке раскрыто, как действует грех в человеке. Здесь же говорится о конкретных простых правилах возрастания в добре. По прошествии практически двух тысячелетий эти правила не утратили своей актуальности. Скоро на слышание, медленно на слова. Вот то, чего мы сами так ищем и в чем так нуждаемся от ближних. Наши города так часто становятся пустыней, именно потому, что в них миллионы говорящих и нет слушающего. Исчезает вовлеченность, желание понять. Здесь скор обозначает не быстроту, со скорым слышанием в диджитал мире у нас нет проблем, а усердие, концентрацию. Про гнев мы можем даже воздержаться от комментариев, так как каждый из нас, имея его как опыт, понимает, что в большинстве случаев он далек от какой бы то ни было правды, не только Божьей, но даже и человеческой. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, говорит Христос, подтверждая мысль мудрого экклезиаста. Не торопись языком своим. Реализовать же это необходимо, чтобы суметь деятельно принять насаждаемое апостолом слово. Речь здесь идет о сути апостольского благовестия, о слове о Христе воскресшем, и о близости ввиду этого Царства Бога, открытого для спасающихся. Это и есть единственное слово, необходимое к спасению. Вывод. Для принятия слова о Христе уже необходима предшествующая работа души. Земля для сеяния слова уже должна быть вспахана. Или, как говорил Льюис, прежде чем стать христианином, нужно стать человеком. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающий самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Последний фрагмент главы обращает нас к основной теме послания, необходимости дел веры. Слушание, искренне осуществляемое, не может не рождать дел. Если мы больны и услышали рецепты выздоровления, то мы не применим тотчас же воспользоваться им, так как заинтересованы в выздоровлении напрямую. То же и в жизни духовной. Если мы приняли Христа, то это, во-первых, должно реализовываться в нашей повседневности, иначе наше принятие произошло неискренне. Мы либо не уверены в остроте своей болезни, потому медлим с лечением, либо же в правильности лечения, потому его и не принимаем. Тема закона. Да, это сквозная тема для множества библейских текстов. Тора и Израиля, пять книг, относимых традицией к Моисею, есть фундамент всей Библии, не только Ветхого, но и Нового Завета. При этом Тора не статична, она жива и действована, раскрывает себя в жизни общины верующих и руководит ею. В ней жизнь и истина. Во второзаконии Бог, обращаясь к Израилю, говорит, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». А в Евангелии Христос скажет своим ученикам, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос и есть живая Тора Израиля. Вечное Слово Бога, не воплощенное на бумаге, но вошедшее в ткань и плоть человеческой жизни. И в этом пришествии своем, навеки соединившее Бога и человечество, плотнее, чем письменная Тора смогла соединить Израиль с Богом. Жизнь в заповедях, в послушании Богу и вникании в Его закон, в Его Тору. Есть жизнь в Христе не с Ним, а в Нем.